2017 уже традиционно стал самым аварийным для наших дорог. Эта тенденция преследует наших водителей последние пару лет. Самое опасное время – вечер среды и субботы после семи. Самая незащищенная роль на дорогах по-прежнему – пешеход. Мы провели свое исследование автодорог и выявили самые распространенные причины аварий. И узнали, почему же на дорогах каждый день погибает больше людей, чем на войне. Опасная тенденция закрепила Украину на лидерской позиции в Европе. Хотя именно на Евросоюз многие и кивают. Ведь за последнее время через западные границы к нам попало рекордное количество автомобилей. Мне кажется, это буферная зона, то есть на то, что можно съехать. Как говорится, раз автомобили дешевле, то значит, соответственно, на них можно много чего скинуть. Я не считаю, что водители на евро номерах нарушают больше, чем автомобилисты на украинской регистрации. Абсолютно одинаково. Это все зависит от человека. А вот иностранцы на украинских дорогах другое дело считают эксперты. Они наши правила всегда игнорируют. Но в полиции автохамство считают нашей, славянской чертой. И особенно присуще это именно водителям на евробляхах. Зная и пользуясь тем, что, в принципе, их сложнее найти и сложнее к ним принимать меры. Хотя водительское удостоверение у них гражданина Украины. Но избыток машин – это не только перегруженность на дорогах, но и игнорирование правил безопасности. Права сейчас, после всех реформ МВД, купить легче и выгоднее, чем во времена ГАИ, говорят автолюбители. Люди обращаются в редакцию, не знаю, видимо, путают, не понимают, что мы боремся, наоборот, с коррупцией. Звонят в редакцию и часто спрашивают, а могли бы вы посоветовать, к кому обратиться, либо, может быть, вы поможете приобрести мне водительские права. Но даже если вы хотите получить водительское удостоверение по-честному, не факт, что вам это все же удастся. У нас обучают сегодня немножко крутить руль и немножко нажимать педали. Чуть-чуть изучают правила дорожного движения. Все. Водитель вынужден после окончания автошколы и получения водительского удостоверения, он вынужден обращаться к частным школам, платить дополнительно деньги и проходить дополнительное обучение. И в беспрерывный поток машин ежегодно выпускаются тысячи неумеющих управлять автомобилем. А тем временем у полиции даже нет технических средств для фиксации правонарушений. Присутствие той новой реформированной полиции я вам от себя говорю, что это в принципе что есть, что нет. Это абсолютно пустое место. Это дети, которые еще не наигрались в песочнице и им бы еще заниматься своими делами, но никак не контролировать движение на дорожном полотне. Не измерять скоростной режим, не дежурить на аварийных перекрестках новые патрульные неуполномоченные. Отсутствует пока и видеофиксация нарушений. Практически не контролируется соблюдение правил дорожного движения. Водители также плюют на закон, предстают соблюдать правила. Но если можно, никто за этим не следит, никто не контролирует, никто не штрафует. Зачем нам соблюдать эти правила? Захотел приехать на красный, проехал. Самые распространенные причины аварий – превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и управления в нетрезвом виде. Не забываемые о состоянии дорог, нелогичных дорожных указателях и стертой разметки. С нового года запланированы ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км в час и введение видеофиксации. Деньги в бюджете на эти ноу-хау уже запланированы. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер.